Ребят, в общем, решили мы с Норой пойти погулять и хотели сходить на площадь. В общем, нам надо было... Нора говорит, поехали на метро. Ну и поехали мы на метро, пошли. Получается, от площади Конституции до метро-университет. Но на метро-университет вагон не остановился. Он проехал дальше, без остановки, потому что там какой-то концерт. Ну, в общем, я говорила, Нор? Я? Я говорила, что надо было идти. Мы там сказали, что без остановки. Как выйти уже? В закрытые двери? Там были открытые двери еще секунд 15. Теперь получается, что от площади Конституции до метро-университет бы мы шли, что от метро Пушкинской до площади мы будем идти. Одинаковое расстояние. Ты же дольше. Нет, не дольше. А что ты каким-то в обход идешь, ты издеваешься? Как в обход? Я прямо иду. Что я забыла по прямой туда пойти? Так там площадь впереди. Почему? Нора, площадь впереди. Так. Так. Мы не обращаем внимания. Все хорошо. Все хорошо. Серьезно. Да. Готовы? Мы пройдемся. Может быть так. Все, что не делается, все к лучшему. Покажем сегодня обстановку в городе. Что? Шнурок? Сейчас. Ну вот, как я и говорила, людей по городу гуляют очень много. Ну, во-первых, это связано с праздниками. У нас всегда на праздники, на новогодние, на рождественские люди со всех уголков, со всех районов Харькова приезжали в центр, гуляли по площади, в разных кафе и ресторанах сидели. В этом году, конечно же, все по-другому. Сравнить это невозможно с былыми временами. Но, тем не менее, вы можете видеть, что улицы центра города все-таки оживленные. И очень много людей разных возрастов, с детьми, пожилые люди, мужчины, женщины, что-то где-то ремонтируют, заклеивают окна. Ну, а мы с Норой идем и гуляем. Гуляем. Жалко, правда, что так бы мы по Сумской шли, если бы не поехали на метро. Так идем по Петровскому. Немножко туманно сегодня. Такой вот туман. Ну, тепло по-прежнему, я уже сегодня говорила. Сейчас где-то 7 градусов тепла. Но вскоре уже крещенские будут морозики. Такая архитектура красивая у нас на фоне. Старинная дореволюционная архитектура Харькова. Вот я вам покажу подальше немножко. Вы знаете, я большой поклонник дореволюционной архитектуры. Очень люблю такие дома красивые. Такая архитектура Харькова. Такая архитектура Харькова. Итак, мы на площади. Мы на площади. Я вам хочу сказать, у нас такой густой туман. Видите, какой туманище? Вообще даже здание вот там Газпрома впереди, его не видно. И университета здания вообще не видно. И я вам хочу сказать такую вещь, что с самого моего детства, сколько я себя помню, и потом уже во взрослой жизни, не было ни одного Нового года, рождественских праздников, чтобы мы не пошли на площадь, на ёлку. На этой площади, самой большой площади, всегда была Харьковская новогодняя рождественская ёлка. Очень большая. Здесь были ярмарки. Всегда очень много вкусной еды. Каток здесь был. Сейчас первый год на моей памяти. Здесь нет ничего, кроме, ну вот, вы можете видеть разрушения, заколоченные окна. И всё. Первый раз. Нора, а как ощущение, что в этом году здесь ничего нет? Ты помнишь, что здесь было? Никак. Здесь больше похоже на Сайленд Хилл. Да, это точно, что это Сайленд Хилл. И если сравнить с тем, конечно, как мы в прошлом году приезжали. Мы в прошлом году даже с Амиранчиком здесь были. Здесь был каток, здесь было лошадки, пони. Куча, я же говорю, вкусной еды. И весь Харьков, и весь Харьков со всех районов и даже с области съезжался сюда посмотреть на ёлку. А вообще ещё в прошлом году, учитывая, что у нас была самая большая ёлка во всей стране, ёлка-рекордсмен, то приезжали даже с других городов посмотреть, естественно, на ёлку, погостить здесь. И, ну, то, что мы, конечно, сейчас видим, это грустно, грустно. И я думаю, что следующий Новый год, 2024, здесь будет оживлённая вообще картина. Здесь будут все горожане и гости города. И я обязательно сниму для вас, и вы вспомните это видео на фоне того, ну, вот так вот. Люди ходят, люди, видите, пришли некоторые посмотреть, погрустить. Мы не одни, а вот ёлка сейчас находится прямо под нами, в подземелье. Главная ёлка города. Ну, а мы с Норой пойдём, пройдёмся по парку, погуляем, пока тепло, пока морозы не ударили. Вот там вот Газпром, сейчас я попробую увеличить, это так здорово. Вот и Газпром, и здание университета, они вообще скрылись в таком густючем тунане. Silent Hill, Нора говорит. Смотрите, вон он Газпром, даже Шпильма не увидите, а вон здание университета. Вот так вот необычно бывают в Харькове во время. Да, эта зима вообще необычная. А вот мужчина с шариками стоит, продаёт шарики. Хоть кто-то продаёт шарики. Хоть что-то. Это единственного человека я увидела в этом году на площади. Ну и люди, люди гуляют по парку. Здесь есть такие ресторанчики. Там вон есть грузинский ресторан. Ещё разные пиццерии есть. И, конечно же, люди, чтобы хоть как-то поднять себе настроение, приходят сюда провести праздники. Очень необычный Новый год. Очень необычный Новый год. И опять воздушная тревога. Воздушная тревога, но нас это не остановит от намеченной цели. Да и вообще я уже об этом говорю всё время. Никто не разбегается в разные стороны. Продолжают заниматься своими делами. Здесь лёд. Всё покрылось лёдом. Собаки гуляют. Люди гуляют. Дети гуляют. Обязательно мы сейчас посетим Май. Мой. Май, говорю. Мой любимый дуб. Поздороваемся с ним, которому больше пятиста лет. Ну, ещё многие пришли в это кафе. Потому что помнят его с детства и ходят у него в кафе «Кристалл». Оно так немного преобразилось за последние годы. Выглядит теперь современно. что люди по привычке, конечно же, пошли сюда. А мы пойдём в ту сторону. Сейчас накрапывает такой дождик, как мряка. Такое слово «мряк». Ладно, морозь. Там дальше дельфинарий. И, по-моему, возобновили представление с дельфинами, если я не ошибаюсь. Кто-то у меня спрашивал. По-моему, там, ну, по крайней мере, дельфины там живут. И с ними можно поплавать, посмотреть и так далее.